Всем привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы снова зашли ко мне в гости. Но для тех, кто впервые у меня на канале, меня зовут Елена. И со мной сегодня за кадром опять моя малявочка София. Она встала уже, вот посылает поцелуйчики, девочкам поцелуйчики туда, скажи. Вот, она всем-всем-всем, ну-ка, чтобы было тебе видно, скажи, ручкой помаши, девчонки, привет. Всем поцелуйчики, привет, скажи. Скажи привет. Ну ладно. Сонечка еще начинающий блогер только, и она немножечко стесняется. Но она не смогла упустить такой момент, чтобы вместе с мамой отведать оладушков. Хотя она уже два оладушка скушала самостоятельно, пока я их пекла. Видео, кстати, о том, как я эти оладьи пекла вместе с рецептом, есть уже на моем YouTube-канале. А сегодня мы с вами покушаем эти оладьи. Посмотрите, какие они у меня классные, аппетитные получились. И очень-очень-очень-очень-очень вкусные. Как пирожки, естественно, такую тарелку я не съем. У меня получилось сегодня практически, наверное, таких вот три тарелки на печь из того, что я приготовила тесто. Ну, у нас это все обязательно съесться, и съесться очень быстро. Завтра уже этого ничего не будет. Папочка любит покушать, Сонечка тоже любит. Ну, и я, в принципе, никогда не отказываюсь от такой вкуснятины. Итак, буду кушать оладушки. Буду есть я их со сметанкой. У меня вот такая вот сметанка, я вам показывала, кстати, в своем обзоре. 15-процентная, фирма Ашан. Сметана вкусная. Я оладьи люблю со сметаной. Кто-то любит кушать, может быть, там, я не знаю, с каким-то вареньем или еще с чем-нибудь. Ну, мне нравится сметана. Классический такой рецепт, скажем так. Так, пить я буду, как всегда, крепкий чай. У меня здесь два вида чая, зеленый и черный. Заварила в этот раз, не знаю, ну, что-то захотелось, чего-то необычного, потому что постоянно я пью этот черный чай, и уже хочется чего-нибудь новенького. Ну, и сегодня, естественно, я немножечко подготовилась. Я почитала ваши комментарии, мои хорошие. И, как и обещала, в своих мукбанках я всегда буду вам отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете мне. Вопросов достаточно много, но в процессе поедания оладушков я вам расскажу немножечко... Отвечу, вернее, на эти вопросы, расскажу все. Ну, не все, не на все вопросы. Вопросов много, на несколько мукбанков хватит. Ну, часть из ваших вопросиков, которые вы мне задаете, я обязательно на них отвечу. Ну что, давайте, наверное, уже приступим. Так, вот такие они прям, вот, смотрите, какая прелесть. О, вообще красота. Девчонки, я не скрываю ни от кого. Я снимаю свои видео без монтажа. Как они у меня есть, так я и снимаю. Единственное бывает, знаете, когда... Сейчас, малышка, тебе да. Единственное бывает, когда... Ну, такие случаи случаются, когда кто-то позвонил в процессе видео, я забыла поставить на режим полета, и у меня видео сбилось. Приходится соединять два куска видео. Ну, соединять с минимальными, там, какими-то потерями, чтобы было едва ли заметно. А так я видео не монтирую. Как они у меня есть, так у меня видео эти идут. Так, смотрите, еще раз отвлекусь. Красота вообще. Я, естественно, я все оладушки не скушаю. Здесь их очень-очень-очень много, тут хватит на несколько человек. Я просто поставила тарелочку для антуража, так, чтобы вы видели, какая это красота, чтобы у вас тоже разыгрался аппетит. Ну, а всем, кто сейчас кушает, также вместе со мной, всем приятного аппетита, мои хорошие. Давайте будем кушать вместе. Ну что, сейчас я попробую со сметанкой немножко. Так, Соня меня уже просто, Соня меня атакует просто. Кушаю я, как кушаю, без всяких там каких-то, я не знаю, как в ресторане, знаете, ложечка-вилочка, все такое прочее. Ем, как ем, как умею. Как мне вкусно. Так, сейчас я отрежу кусочек, пожалуй. Малышка уже очень-очень-очень хочет. Тоже попробуй, хотя два оладушка она съела. Ну, у мамы же вкуснее с маминой, правильно? Да? Так, на-ка сметанку попробуй. Кусай, на. Сметану слезала, как кошарка маленький. И все. А оладушки кушайте сами. Видали как? Держи, ручками бери, кисюнь. Ну, держи, мама кушать тоже хочет. Сонечка, бери. На, ручками бери, на. Не стесняйся. Кушай. Не нужно стесняться. Сейчас я попробую. Я уже Сонечке дала оладушки. А сама еще, если честно, девчонка, так и не попробовала. Что я вообще напекла и что я надела? Что не нравится, Соня? Вот эти послаще. Не знаю, очень вкусно. Знаете, я не люблю блины. А вот оладушки поставные, я никогда от них не откажусь. Хотя, вы знаете, по большому счету оладьи, они же вообще, там же дрожжи содержатся. И вообще дрожжевые вот эти вот все продукты, содержащие дрожжи, от них больше полнейшные. Да? Или они права? Не трогай нож нельзя, Сонечка. Кушай, это тебе. Малышка вообще просто стесняется на камеру кушать. Не то, что мама уже привыкла. Ой, ну так. Сейчас я съем один оладушек, не могу оторваться, девчонки. Я еще сегодня, если честно, даже не завтракала. Время уже у нас полчетвертого. Сейчас уже досниму мукбанк и буду готовить кушать. Скоро папа придет с работы, надо приготовить покушать ужин. Я не могу, это так вкусно. Оладушки, да с чаем. Дочь, не трогай, не надо крышку трогать. Ну так вот, девчонки. Давайте с вами поговорим. Вернее, я отвечу на несколько вопросов. У меня есть такая моя любимая подписчица из Нижнего Новгорода, Наташенька. Даже смотришь мое видео, привет тебе. Наконец-то я собралась, дошла, скажем так, до прочтения всех комментариев. Я не выписывала, прям точно. Я просто как бы некоторые вопросы запомнила для того, чтобы сейчас вам немножечко рассказать. Многих девчонок, не только Наташу, интересует вопрос, как же я оказалась в Москве, либо я родилась в Москве, где я родилась, как проходило мое детство и все такое прочее. Я уже в одном из видео рассказывала о том, как я училась, сколько у меня образований, так сказать. У меня есть высшее образование и дополнительных образований у меня еще целая куча. У меня было посвящено видео, отдельный мукбанг этому вопросу, где я все рассказывала, как я стала косметологом. То есть многих интересовал именно этот вопрос. Сонечка, на. На, моя маленькая. Извините, что руками, потому что, ну а как еще? На, малышка. Ну не ручка, бери, кушай, ты же можешь ручками кушать. Кушай ручками. Извините, девчонки. Малышка тоже хочет внимания. Она вроде мне и мешать не хочет, но в то же время пытается тоже каким-то образом в своем присутствии подчеркнуть. Ну так вот. Я отвечала по поводу того, как я стала косметологом, как меня, можно сказать, привело в косметологию, что мне привело, что со мной случилось. А так я говорила, что я юрист, у меня высшее образование юридическое, я окончила университет. То есть все, как, в принципе, у многих, у большинства молодых людей, девушек. После школы пошла в институт и окончила институт, как все. Работала, ну и параллельно хотелось чем-то заниматься, что-то для души делать. Ну так вот. Я родилась в городе Орел. Выросла, родилась там. Провела, грубо говоря, до 22 лет. Я там всю практически свою сознательную жизнь выучилась, окончила вуз. И после чего у меня стал вопрос о том, что же я хочу делать дальше. Мне хотелось очень вернуться в Москву, потому что... Почему вернуться, я вам сейчас скажу. Потому что моя мама москвичка. И родственники, которые по маминой линии, они все живут в Москве. Мама зачем-то вышла в Орле замуж. Я не знаю. Я ничего не имею против города Орел. Но мне всегда нравилось в Москве больше. То есть я приезжала постоянно к бабушке здесь. Мы ходили в музеи, в театры. Посещали различные интересные места. И мне всегда тянула Москва. Не потому, что здесь деньги. Да, возможностей в Москве, конечно, больше, чем в других провинциальных городах. Я это не скрываю. Но я не знаю. Мне нравится здесь. Мне нравится этот ритм жизни, который... Вот это вот как в муравейнике. Все это быстро-быстро-быстро. Я не могу долго находиться в провинциальных городах. Мне там как-то душно. У меня вот эта вот медлительность, нерасторопность. Меня начинает вот это заводить. То есть я люблю вот как бы... У меня очень много энергии. Я люблю вот энергично все делать быстро. Чтобы, как это говорится, как все-все-все-все-все. Быстро-быстро-быстро. То есть не медлить, не слишком долго задумываться над чем-то. То есть вот так. Я привыкла. Мне нравится так. Я сама по себе очень энергичная. И я люблю. Вот когда так. Ну, после окончания вуза я из Орла уехала в Москву. К бабушке переехала жить. Буквально устроилась на работу юристом в компанию. И, в принципе, то есть я не как многие приезжают, живут на вокзалах, бедствуют. То есть я приехала в семью к своей бабушке. То есть я бабушкой была очень рада. Я с бабушкой жила. Прекрасно жила. Ну, пока я уже не нашла хорошую работу. И, в принципе, мне не нужно, не было необходимости, как все многие молодежь, да, как многие молодые люди, не хотят быть зависимы от своих родителей. Поэтому я, в принципе, сняла квартиру. Я имела возможность снять квартиру в Москве. И уехать жить отдельно. От бабушки жила отдельно. То есть я заработала, зарабатывала хорошо. И, в принципе, все у меня было хорошо. Ну, вот так. Так, уже позже, как бы, меняла много профессий. И вот не так давно я познакомилась со своим будущим мужем. Я вышла замуж. Как это положено. Вышла замуж. И вот у меня родилась буквально, ну, чуть больше полутора лет назад. Родилась у меня дочка Сонечка. Которая вот сейчас вот бегает уже и прыгает уже. Скоро в сентябре ей будет два годика. Так что, девчонки, будем Сонечку поздравлять с днем рождения скоро. Скоро у нее день рождения, у моей малышки. Устрою я ей небольшой праздник. Да, вкусняшками. Там бабуля уже подарки какие-то там готовит. То есть там уже полным ходом все готовится. Ну, ладно. Надо немножечко покушать. Ну, вот так в краткости, в кратком, я надеюсь, я вам рассказала о том, как я попала в Москву. Ну, и, в принципе, ничего такого интересного в истории моей попадания моего в Москву нет. Потому что я, в принципе, свой переезд я не очень сильно ощутила. То есть у меня только место жительства изменилось. А так я и каждый же выходной, и так у нас поезд между Орлом и Москвой курсирует. То есть я постоянно как бы ездила к бабушке в каникулы, в выходные каникулы я проводила тоже здесь. То есть, в принципе, я не ощутила особой разницы. Единственное, что мне не нужно было в Москву, чтобы добраться к бабушке, попасть, надо было ехать. Теперь надо было ездить к родителям. То есть вот так. Вкусно. Болтаю-болтаю. Немножко надо покушать. А то, знаете, скажите мне потом, что это за мукбанк, будут мне хейтеры писать. Мукбанк, на котором ты не кушаешь, а только болтаешь. Поэтому надо немножечко и поесть. Давай, Сонечка, ротик открывай и кушаем. Сто сметанки раскушала, и то больше понравились. Ну так. Что еще вам рассказать? Вопросики мне также задавали девчонки, очень многие, по поводу моей работы. Я во многих видео пишу и говорю о том, чтобы задавайте, не стесняйтесь. Так как я мастер по наращиванию ресничек. У меня девочки многие спрашивают. Одна из моих подписчиц, Ирина, задала мне такой вопрос с Краснодара, Иришка. Если ты меня смотришь, Ириночка, тебе привет. Я думаю, что ты узнаешь по вопросу, по своей теме, узнаешь, что это себя узнаешь. Так вот, Ирина нарастила ресницы у мастера по наращиванию ресниц. Была в качестве моделей в школе по наращиванию ресниц. И ей нарастили ресницы, которые там в течение недели уже, в принципе, ничего не осталось на глазах. Я вам скажу так, девочки. Если вы хотите качественное наращивание, не ходите никогда в качестве модели. Модели нанимают для того, берут мастера, не для того, чтобы вам сделать хорошие ресницы, а для того, чтобы мастер не бесплатно, чтобы мастер хотя бы оправдал, работа мастера бесплатна, чтобы мастер хотя бы не в убыток себе тренировался делать красивые реснички потом, в будущем, уже своим клиентам. Поэтому, идя как модель, вы идете как подопытный кролик. И, в принципе, ничего хорошего, ну, не будет. Не надо себя тешить на одежды, а вдруг мне мастер сделает. Не будет мастер делать вам хорошо, понимаете? Он две-три реснички посадит, остальные будут делать ученики. Мастер не будет тратить свои ресурсы. Мастер обучение проходит, тратит на это время, кучу денег, обучение стоит дорого. Не будет никогда за тысячу рублей хороших ресниц. Ну, не тешьте себя на одежды. Мне постоянно приходят девочки мои, которые вот рассказывают потом, что они пошли там за тысячу рублей, сделали ресницы, и мы спортили. Ну, я не удивлена. Я этому не удивлена. Я сама была когда-то начинающим мастером. Я сама также портила девочкам ресницы. Я... мне стыдно за это. Но что делать? Мы все когда-то чему-то учимся. Мы не рождаемся сразу профессионалами. Поэтому. Иришка задает мне вопрос. А сколько должны вообще держаться ресницы? У нее продержались ресницы ровно неделю, я вам, да, сказала? Вообще ресницы – это такой, в общем, такой материал живой. Это волосы наши. Это живой организм своего рода. И реснички вообще нарощенные, если вам хорошо сделали, если у вас все в порядке со здоровьем, держатся примерно, ну, от месяца. И даже иногда до двух месяцев ко мне девочки приходят, и у них еще все в порядке. Ну, единственное, конечно, я не советую передерживать ресницы. Потому что свои ресницы начинают ломаться от лишнего веса, они начинают пригибаться. То есть месяц, ну, максимум месяц там и полтора, и по полтора – это максимум, сколько нужно носить для здоровья своих ресниц, сколько нужно носить ресницы. То есть если у вас, конечно, проблемы со здоровьем, если вы беременны. У меня вот девчонки приходят беременные. Ну и что, я даже гарантию не даю, потому что когда девушка беременная, у нее гормоны. То есть эти гормоны способны влиять на организм, ну, мы не знаем, как эти гормоны повлияют на организм. Поэтому я не даю никогда никакой гарантии. То есть может быть так, что девушка придет нарастить ресницы, а вечером они у нее отпадут. И это не потому, что я плохой мастер, или я потому плохо сделала, или у меня плохие материалы. Это потому, что человек либо принимает какие-то медикаменты, либо просто элементарно, гормонально у нее беременна. И гормон. Либо обязательно пьет какие-то... Ну, это моя сладкая. Держи. Либо просто пьет какие-то гормональные препараты. Даже не гормональные, не обязательно гормональные. Есть какие-то стимулирующие препараты. Я, даже девочки, когда у меня девчонки приходят, либо только записываются на наращивание, ну, мои все знают, что нельзя. А вот новенькие, я им говорю, препараты, лекарства, если вы пили, то лучше... Даже если вы болели, у вас ангина, это может также сказаться на носку ваших ресничек. Поэтому вот так. На два вопроса я ответила. Надеюсь, Сереж, на твой вопрос. Раз, никогда не ходи в качестве модели. Даже если у тебя нет денег, то лучше не ходи вообще. Потому что факт того, что испортят ваши ресницы за дешевую, дешевая цена. Материалы, которыми нравишься ресницы, они все дорогие. Дешевых материалов нет. Но испортят именно мастер. Испортить можно с клейками, залить клеем. То есть очень много последствий могут быть неприятных. Поэтому, если вы хотите иметь здоровые глаза, хотите, чтобы ваши ресницы остались на месте, никогда не ходите в качестве модели. Если у вас нет денег, вот как я делаю, допустим, если у меня нет возможности нарастить ресницы, хорошие ресницы стоят 2500-3000, в зависимости от объема, я не пойду лучше вообще никакие, чем останусь потом вообще без глаз. Поэтому выбор за вами. Ириша, надеюсь, я ответила на твой вопрос. Конечно, береженого Бог бережет. Но хочешь быть красивой? Если хочешь красивой себе реснички, у всех есть аптеки в городах. Пожалуйста, девочки, в аптеку покупаем репейное масло, либо касторовое, лучше еще, и мажем на ночь. Через месяц результат будет налицо. Да, месяц, да. Но я сама видела результаты, и я на себе эти результаты испытала после неудачного наращивания, причем у хорошего профессионального мастера, который допустил пару склеек. У меня полглаза остались просто без ресницы. Причем я заплатила хорошие деньги. Это мастер по рекомендации, который мне посоветовали мои хорошие знакомые, которые сами наращивают. Я видела работу этого мастера. Но даже такие мастера, к сожалению, могут допустить какую-то оплошность. И в итоге я оказалась украйней. У меня случилось то, что случилось. Блинчики такие большие. Честно, я объелась. Да. Тоже объелась? Да. Давай вот так сметанки себе, на. Машлядинкой, давай. Ну, ответила на два вопроса. Но, надеюсь, девчонки, достаточно ответила открыто. То есть вы услышали то, что хотели. Ой, девчонки, я наелась. Я объелась. Время много. Время уже 4 часа, пока мы с вами тут болтали. У меня уже необходимо, скоро папа наш приедет домой с работы. Необходимо готовить ужин. Мы с Сонечкой перекусили, пообедали, поужинали. Я не знаю, как это назвать. Полдник, наверное. Да, скорее полдник в 4 часа. Но для меня это и завтрак, и обед, и полдник. Потому что я сегодня не кушала. Это у меня первый прием пищи. Только чай с утра попила. На сегодня, пожалуй, все. Надеюсь, мое видео вам было полезно. Надеюсь, вам было так же, как и мне, очень вкусно. Если вы еще на меня не подписаны, обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы мы с вами не потерялись. Будем с вами добрыми друзьями. Будем дружить, общаться с вами обязательно. Я очень радуюсь, когда у меня прибавляются подписчики. Я очень рада каждой из вас, каждому из вас. Мои дорогие, я радуюсь, когда вы пишете приятные комментарии. Это на самом деле очень подбадривает. Это настолько классно, когда я читаю, что вам нравятся мои видео. Когда вы... Интересно вам. Когда вы пишете, что мы с Сонкой классные. Когда действительно вот много приятного, добрых слов от вас. Девчонки, на самом деле, ну, это не представляете. Это просто такой позитив, заряд энергии. Я утром просыпаюсь, читая комментарии ваши. И у меня настолько классное настроение сразу становится. Хотя и на улице, допустим, плохая погода, как сегодня у нас. Мне кажется, сейчас падет ливень просто. Спасибо всем, кто подписан на меня. Мои любимые, дорогие подписчики. Вам особая благодарность и особый привет за то, что вы у меня есть. Спасибо, спасибо, мои хорошие. Я всех вас очень и очень сильно люблю. Ну, не забывайте писать комментарии, ставить лайки. А также, девчонки, в комментариях задавайте свои вопросы. Я обязательно не в этом, так в следующем видео отвечу на все ваши вопросы интересующие. Возможно, у вас какие-то есть очень интересные вопросы, которые бы были интересны не только вам, но и всем остальным моим подписчицам. Ну, на сегодня все. Надеюсь, это видео вам понравилось. У меня скоро грядет цикл косметических видео. Поэтому будем на связи, девочки. А сейчас до новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.